Если при первых признаках вы определили, что маточка при облёте утеряна, то вы срочно даёте плодную маточку в клетке, в семье. И семья хорошо маточку эту принимает, и семья исправлена. Но если вы затянули и время упущено, и появились пчёлы-трутовки, и вы увидели трутовочные яйца, то здесь сложно уже что-то сделать. Давать плодную маточку в клетке бесполезно. Но я вам покажу, как в этом случае исправить семью. Смотрите это видео, ставьте лайк, не забывайте, подписывайтесь. Поехали! Добрый день! Это Пасека Лаврова, Витебская область. Сегодня 12 июня. Я вам расскажу, как исправить семью, в которой было упущено время. При определении, что маточка утеряна, и появились пчёлы-трутовки. Они стали откладывать яйца. Но это всё незначительно. Яйца были замечены в трутовочных ячейках. Поэтому давать маточку в клеточке уже бессмысленно. Пчёлы-трутовки есть, они всё-таки загоняют маточку, и её в конце концов убьют. Необходимо такой приём применить, который я часто использую, если у меня такая ситуация создаётся. Посмотрите, что я сделал. Я взял в эту семью, убрал одну рамку, А вместо этой рамки я поставил из отводка расплодную рамку с открытым расплодом и яйцами. И рядом поместил рамку, где хорошая рамка для расплода и для червления маточки. И между ими, вот, между расплодной рамкой и между хорошей рамкой для червления поместил клеточку с маточкой. И в клеточку, ну вот, сейчас я вытяну эту клеточку, я вам покажу. Вот, клеточка. Естественно, что маточки здесь нет. Клеточка была открыта, здесь канди, пчёлки канди выели и маточку выпустили. Но суть в отчём. Суть в том, что я поместил рамку расплодную, и здесь уже появились пчёлы-работяги, а не трутовки. Которые стали защищать эту маточку, потому что они чувствуют, что маточка откладывает яйца, есть расплод. И стали уже выкидывать, выбрасывать трутовок, эти рабочие пчёлы. Они чувствуют расплод. Вот, чувствуют расплод. И поэтому они, пчёлы, защищают маточку от трутовок. Как я определил, что здесь есть уже яйца. То есть я в этой рамочке, которую я поставил для черления, и вот на этой рамочке уже увидел я яйца. Если вы увидите... Так, сейчас мы посмотрим. Вот они стали место уже готовить, пчёлки, видите? И вы можете увидеть, там яйца лежат. Если бы мы увидели сейчас маточку... Сейчас я посмотрю, что... Да, там лежат яйца. И лежат яйца и с обратной стороны. То и маточка уже на этой рамке откладывает яйца. Я бы хотел бы увидеть маточку, чтобы вам показать. Ну, то есть пчёлки приняли... Приняли... Ну, вот я не вижу маточку. Наверное, она перешла уже на другую рамку. Я бы не смотрел другие рамки. Вот суть в том, что в этом случае, когда уже появились начальные как бы стадии трутовок, нужно подставлять расплодную рамку с открытым расплодом и яйцами. Тогда пчёлы очень активно защищают маточку, которую выпустили от трутовок. И начинают уже угнетать трутовок, выбрасывать. То есть уже семья оздоровляется и работают вместе. Если посмотреть, но ещё не видно. Но они уже угнетают этих трутовок, выбрасывают их из семьи. Вот. И с семьей всё становится в порядке. Вот такой вот приём, который я обычно применяю и вам советую. Передаю свой опыт. Так что, если у кого такое случится, пожалуйста, делайте так. И семья будет исправлена. До скорой встречи. Не забывайте ставьте лайк. Подписывайтесь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова Продолжение следует...